Друзья, всем привет! С вами я Владимир Бабич и вы в моей избе читали. Обратили внимание, уже несколько дней как идет осень, а это значит что? Пора вспомнить теплые летние денечки. Все мы, ну или почти все, в школе писали сочинения на тему, как я провел лето. Так вот у дяди Вани, да, все знают тут по дяди Вани, кто еще не в курсе, я оставлю ссылку в описании. Познакомитесь поближе в том видеоролике, который я прикреплю там. Так вот, у дяди Вани есть на эту тему аж два сочинения. Одно из них я вам прочитаю сегодня, а второе в ближайшие дни. Космический отряд. В тот год, когда Гагарин первый раз полетел в космос, я в первый раз отправился в пионерский лагерь. Учился я в обычной школе и было мне тогда лет 10 с небольшим. В нашем классе из 20 душ учились в основном хорошисты и отличники. И один перебивался с двойки на тройку. А когда Гагарин покорил космос, мне житя в школе и вовсе не стало. Наш класс очень хотел носить имя первого космонавта. И я им всю картину успеваемости портал. Дали нашим пионерам-активистам срок до осени. Дотяну по всем трудным предметам до тройки. Быть нашему отряду гагаринским. Все поехали в лагерь, ну и я с ними за компанию. Лагерь был назван в честь пионера-героя Павлика Морозова. И туда принимали только самых достойных. Меня приняли авансом. Полностью понадеялись на мои будущие успехи. Время проводили весело. И купались, и учились. Я даже как-то и математику немного полюбил. И по-русски почти без расшибок писать стал. Мостряки-затейники после пионерского костра, натворившего немало неприятностей, решили устроить среди отрядов тихий театрализованный конкурс. Наш отряд долго не думал, а решил изобразить ракету, а в ней космонавта, расплевающего космическую песню. Ракету соорудили быстро. На заднем дворе нашли несколько деревянных ящиков. У сторожа стащили молоток и сколотили такой космический корабль прямо на зависть всем. С космонавтом сначала вышла незадача. Просто так показать в окошке пионерскую глупо улыбающуюся физиономию неинтересно. Нужно было срочным порядком соорудить скафандр. А его из досок не сколотишь. Смешно красоваться с деревянным ящиком на голове. Предложений и идей было много, но все они отметались из-за невозможности осуществления. На совете отряда постановили так. Кто придумает скафандр, тот и будет Гагарином. Идея подкралась ко мне незаметно, ночью, когда я спал. На утро я взялся за дело. Нашел большой глиняный горшок, выпросил у прачки две рваные простыни у поварихи муки. У вожатой стащил бутылку с клеем. Размешал бутылку с водой, бухнул туда клея с пол-литра. Пропитал ткань и стал оклеивать горшок. Потом, когда конструкция хорошо просохла, я осторожно разбил горшок и вытащил черепки из шлема. Вырезал дырку для лица, немного скосив на левую сторону. Получилось хоть и страшно, но похоже. Я, преисполненной гордостью и оказанной нечестью, сидел с горшком на голове в деревянной ракете и практически рыдал от выпавшего на мою долю счастья. Все пели песню, слов почти не помню, что-то вроде «Будем учиться на 4 и 5, чтобы нам в космос летать». Когда начался новый учебный год, новая жизнь началась у меня. Учиться стал на круглой четверке. И нашему отряду вскоре дали имя первого космонавта. Такая вот летняя история от дяди Вани. Если она вам понравилась, ставим лайки, подписываемся на канал, кто этого еще не сделал. И впереди вас ждет, как я уже сказал, еще одна летняя история от дяди Вани. Субтитры делал DimaTorzok